В канун Рождества сотрудники МЧС по Якутии ведут профилактическую работу по пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Речь в основном идет о храмах и церквях. Репортаж Виталия Абрамова. В ходе проверок инспектор Госпожнадзора проводит инструктажи со служителями церкви и храмов. Особое внимание уделяется готовности персонала к действиям в случае пожара, состоянию электрооборудования, путей эвакуации и наличию средств пожаротушения. Состояние удовлетворительное. Перед праздниками, перед Рождеством будет очень большое скопление людей, поэтому провели инструктаж, чтобы все пути эвакуации были открыты. Ну и как бы будет выставлен пост. Сами священнослужители с пониманием относятся к подобным мероприятиям и говорят, что безопасность превыше всего. Я думаю, что в этом году, как и в предыдущих, ничего не испортит праздник, а все пройдет хорошо, и все останутся довольны, и все получат ту рождественскую радость, за которую и приходят в храм. Между тем, всего по республике запланировано праздничных мероприятий в 37 церквях и храмах, и в каждом из них будет организован пост безопасности. Дежурство в период с 6 по 7 января привлекается сотрудники управления надзорной деятельностью и профилактической работы главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия, отрядов федеральной противопожарной службы, государственной противопожарной службы Якутии, министерства внутренних дел, а также якутского казачества. Всего в обеспечении безопасности мероприятий задействовано 189 человек и 50 единиц техники. Кроме того, в местах массового скопления и гуляния населения развернуты мобильные пункты обогрева, где граждане смогут спрятаться от морозов и попить горячего чая. Всем необходим для того, чтобы граждане могли зайти, погреться, принять горячий чай. Ну и также установлена была у нас полевая кухня, в которой будет приготовлена горячая каша, ну и соответственно горячий чай для обогрева и легкого перекуса питания, скажем так. Так что, несмотря на похолодание, один из главных праздников православных христиан должен пройти тепло и безопасно. Виталий Абрамов, МВК Саха, Якутск.